Здорово народ, с вами Хьюго, мы с вами продолжаем проходить серию Сэм The Second Encounter И сегодня мы вернемся с вами во вторую главу под названием Персиполис, если мы будем с вами доверять этому переводчику Нитриксы, который находится в голове Сэма И наш первый уровень под названием Зикурат И на самом деле хочется сказать, что уровень бот совсем непростой Кстати, довольно только странный рисунок, только сейчас почему-то к нему присмотрелся По-моему, тут какая-то графическая ошибка на нем находится, но мы к этому вернемся еще Уровень бот по-настоящему непростой, коварный Здесь будет довольно-таки много монстров для первого уровня новой главы И тут у нас также заберут все оружие, все снаряжение, все, что мы имели на предыдущей локации И на самом деле уровень еще также таит себе множество различных нелогичных моментов И также немаловажных, но секретов Так что давайте приступим прямо сейчас Если вы внимательно смотрели предыдущую серию, мы помним, что мы убили с вами первого босса В этой части Сэма под именем Кукулукан, вроде его звали Это, как я помню, древний бог Майя, ветра и дождей И это самый-самый такой классический, как по мне, сценарий Сириус Сэма Когда вы убиваете босса, вы приносите следующую главу, то есть на следующий какой-то уровень, этап И вас забирают все оружие, буквально все оружие, все, которое вы имели до этого Но, поскольку мы уходим не просто с пустыми руками, а с предыдущего уровня У нас есть 200 брони, 100 здоровья, полный комплект ядер, я не знаю, почему у нас он есть И также 5 Сириус бомб, которые мы еще до сего момента ни разу не использовали И очень архиважным моментом на этом уровне с самого начала является взять этот секрет Это снайперская винтовка Раптор И поверьте мне, поверьте мне, она вначале нам очень сильно пригодится Так что этот секрет обязательно нужно брать Как только заходим внутрь, нам тут выдают стандартное минимальное снаряжение для прохождения Это бензопила, дробовики, второй кольт Но мы с вами лучше возьмем следующий секрет, который находится буквально под нами Все, что нам нужно сделать, это встать ровно посередине, прыгнуть и буквально сделать один малюсенький шаг вперед Берем этот секрет на сердце и прыгаем с вами обратно Чуть-чуть попозже я покажу, как этот секрет можно сделать еще по-другому, более безопасным способом Но об этом не сейчас У нас впереди еще много-много-много дела Кстати, вот этот момент будет очень интересным Смотрите, вроде бы казалось, ну по-другому как здесь пройти Под этими балками Но как только мы к ним подойдем Они упадут И я могу, конечно, ошибаться Но, по-моему, это единственный момент в сцене, где предметы реально двигаются не по своей воле И это круто Это по-настоящему круто Ай Ай Так, тут мы находим наш потерянный огнемет Который, кстати, выдадут еще не в первый раз Что также является довольно странным моментом на данном уровне Но мы с вами тем временем спускаемся все дальше и дальше Оу Что-то, хотя, совсем брат забыл Это, кстати, тоже довольно забавный момент Как вы же могли заметить Из вот таких вот кондиционных труб вываливаются части разорванных зоргов Непонятно, кто их и как разорвал Но они оттуда вываливаются вместе с болотными прыгунами На самом деле, уровень Он реально в чем-то очень глупый Прям очень глупый Казуальный И, как по мне, недоработанный Но вот эти вот новые фишки С Передвижением объектов Вот с спауном уже там Мертвых конечностей монстров Это прикольная штука Это добавляет какой-то антураж и футаж к уровню Так что я на самом деле это даже поддержу И на какие-то прям уж такие жесткие погрешности могу закрыть глаза Но, будем по порядку Вот Помнится мне, я говорил про секретное сердце, которое я собрал в самом начале Так вот, второй же способ, как его можно взять Это прыгнуть через это вот большое окошко Уже ровно в центр И таким же образом можно запрыгнуть либо обратно наверх Либо вот в это окошко Это для тех, кто Не особо шарит, как правильно собирать секреты Скажем так Так, а вот эта комната на самом деле очень простая Но при этом я смог намудить здесь Ну да ладно Нам тут всего лишь стоит залезть вот по вот такой вот нарезанной винтовой лестнице наверх Запрыгнуть на одну из платформ И найти рычаг, который находится вот здесь Кстати, я узнал, что оказывается можно активировать такие рычаги и предметы Не только с помощью правой кнопки мыши, моей раскладки Но еще с помощью буквы R И также, если два раза на меня нажать, то откроются не трикса Вот, это будет полезным для меня на некоторых уровнях знания И на самом деле не спешите отсюда уходить, как только вы спустите ступеньки Потому что тут находятся также еще снайперские пули На вот этой вот стороне И на другой, соответственно И вон там вот есть броня 50 единиц Она не секретная, но если у вас нету, как у меня, 200 То, в принципе, ее можно взять, почему бы и нет И тут нам выдают впервые официально винтовку снайперскую Также не спешим никуда, собираем все, что есть И все, что нам дают Так как это является основным и ключевым Ключевым этапом в прохождении любой новой главы Собирайте поначалу все, что вам дают Так как дальше, в принципе, будут давать не меньше предметов Но все же, для начального развития вам пригодится абсолютно все Так, помните этот загрузочный экран, да? Я ведь все-таки правильно говорю, что это какая-то графическая ошибка Потому что эти туловища, они были полностью видны через эту ступеньку А тут все нормально И да, возможно, старички меня поправят Но в классике, по-моему, если вы спускаетесь уже с этих ступенек вниз То обратно вы, к сожалению, не зайдете Она скользкая, насколько я помню Так Вы уже можете заметить довольно интересный предмет местной фауны Такой вот очкастый Ой, я в нем застрял Нечаянно Очкастый куст И это, на самом деле, является следующим секретом Как только мы с вами берем вот это вот Воу-воу-воу-воу Патрон для снайперки Этот куст начинает атаковать Сэма Причем атаковать не просто так У него передвижение прописано как у Паргуна А так и как у маленького биомеханоида То есть такой уникальный вполне себе монстр Которого, кстати, мы встретим Мы больше не встретим Больше, да В Сириус Сэме Следующий секрет находится вот под лапой Даже, я бы сказал, за лапой этого льва Наверное, его можно назвать И Эта стеночка ломается с помощью дробовика Дробовика я подмечу еще раз Дробовика И это, на самом деле, лютая ловушка Как мы только собираем эту броню Здесь спавнится большой биомеханоид Кстати, его можно здесь впервые рассмотреть чуть-чуть поближе Видите, вот такая вот махина Здоровая-здоровая махина С двумя огромными ракотометами И он, на самом деле, пока что слепой У него интеллект выключен И как только мы зайдем За область от этого вот храма И покажемся ему хотя бы одним глазком Он нас заметит Беда только в том, что не ракетницы Ничего другого у нас пока что нету Поэтому Придется его гасить подручными средствами Но я хочу, знаете, что сделать, пожалуй? Сохранимся еще раз Брат Отдохни Отдохни, брат Ну, да Не особо было, конечно, это экономно сделано Но все же Я хотел это думать сделать Как и в той серии На змеиных дворах Распилить рептилоида Бензопилой И, пожалуй, давайте, наверное, соберем еще один секрет Чтобы наша душа была спокойна И, зная то, что мы собрали с вами все Вот в этой стороне карты Находится аналогичная стенка Которую, кстати, уже труднее будут заметить Но она будет больше Ее также можно сломать с помощью дробовика И найти секретное здоровье А вот здесь вот По сбору этой таблетки Спавнится зумбол И он является бонусным монстром Если вы хотите собрать всех монстров То вам обязательно стоит взять таблетку И смысл в этой арене небольшой В том, что, чтобы пройти нам дальше Нам нужно собрать два крылышка Да, вот таких вот крылышка Я, кстати, не уверен Это единорог или пегас Вроде бы у него и урок какой-то А, нет, это не рок Так, пацаны, я тут рассматриваю пегаса А вы мне мешаете Открылись Все-таки, наверное, это пегас Потому что, когда я сказал единорог На меня сразу же напали Да, все, спасибо Спасибо, что подсказали И эти крылья находятся Вот в этих вот соседних двух храмах Ну и, понятное дело В Сириус-Сэме Никогда ничего не дается просто так Так, вроде это все клирую Отлично Так, убьем этого рептилоида И накажем бомбардира Обидно, что до сих пор нет у нас досволка еще Но мы ее на этом уровне также с вами получим Так что придется разбираться с кейлерами С куркубитами И также рептилоидами Только с помощью снайперки И что по поводу, кстати, также нелогичности И неуклюжести данного уровня Давайте, наверное, по-быстренькому пробежим эту тему Но мы еще к ней также еще вернемся Много-много раз, поверьте мне Лично я считаю, что уровень Очень казуальный и очень простой Хотя вы видите по статистике Так, стоп, так нельзя сделать По статистике вы видите 11 секретов И на первом же уровне Первой же главы 543 монстра На первом уровне в Персии Когда мы только с вами высадились И начали это похождение Было всего лишь 217 юнитов Тут в 2,5 раза больше И уровень в 2,5 раза жирнее Тут дают всего больше То практически на каждом городе Бросаны снайперские патроны Что является очень большим жиром Вы знаете, снайперская винтовка В 2 раза мощнее Ракетницы И условно миномета Так, я хотел его застанить Но почему-то не получилось у меня Ой, привет, брат Сори Я не тебя хотел приселиться В кого-то другого Поэтому Вот именно на этом уровне Я могу сказать Это, наверное, впервые Не жалейте снайперской винтовки Когда вы Реально хотите ее применить Чтобы пройти какой-то либо этап Побыстрее и по Осторожнее Так как юнитов будет здесь реально много В основном это все будут Не слабые Это будут в основном такие средние юниты То есть, которые хп за там Допустим, выстрел Двустволки и так далее Вот И Не только снайперских Патронуту будут давать кучу И Также еще Ракеты Аммапаков И всяких бустов Но опять же Мы к этому с вами вернемся И прежде чем Вы отсюда уходите Давайте смеримся С нашей личной статистикой Пежде чем Вы должны отсюда уйти У вас должно быть собрано 5 из 5 секретов И убито Да, все правильно 71 монстр Это, кстати, является нашим будущим секретом До которого мы с вами дойдем Но не сейчас А вот тут у нас довольно странная комната Ага Все-таки Я вас разбудил, да Раньше времени Извините Вот я не помню Вот честно Хоть убить Я не помню Но, по-моему Вот эту вот ошибку То, что Эти арахноиды По идее Должны спать Но они не спят Исправили В сервисе Сэмфьюжн 2017 года Там они реально спят И не только в первой части Но и на некоторых моментах В первом пришествии А тут, как видите Они уже не спят Они уже стоят на готове И ждут Сэма Чтобы растерзать его На маленькие кусочки Ой Вот этот этап Он очень неприятный И очень неудобный Я вам хочу сказать Тут вот На такой маленькой дистанции Заспавнится Три клира И Других средств Как только убить его Со снайперки У вас По сути не будет Вот Так как Достовку опять же Не дали Все остальное оружие Пока же слабовато Для ваншота клиров И да Вот Этот самый угол Который нас приведет К секретным пулям И также Здоровью Итак Этот камень Как вы уже поняли Непростой И давайте Пожалуй тут сохранимся И На самом деле Мы уже такой камешек Видели в первом Пришествии Оп Отлично Но который уже Не убивал клира А который просто Катился по Наклонной И Нам в любом случае Нужно было от него Вернулся Если что Можете сделать Точно так же Как я То есть Отойти примерно Вот до расстояния Этого факела И присести И моделька Сэма Будет очень маленькая На самом деле И камешек Ровненько пролетит Над вами И убит того клира И Это как по мне Является наверное Самым Эффективным средством В этой ситуации Тут мы можем Впервые посмотреть Так же поближе Без голового подрывника Кстати я что заметил Очень недавно Тот самый удивился Что оказывается Во вписании игры Есть ошибка Именно в описании Без голового бомбардира И Она заключается в том Что Ладно Потратим на это Какое-то количество времени Так уж страшно Мы же никуда С вами не спешим Да ведь И Без головый Без головый бомбардир Где же у нас есть Без головый Вот Гранатный меч Он называется В русской локализации Здесь написано Описание Без головый солдат Сириус Восставший Из мертвых При помощи Ментала И управляемый На расстоянии Через устройство Ну Понятно Тут Какого устройства Гранатометчик Держит собственную голову Под мышкой Она как бы У него На шее И Держится только Из-за того Что В шею Вот Вот Пика А на пику Как раз таки Надета эта голова Голова В Заметит Обожаю Шипы На самом деле Нет Как-то Сириус Сэм Говорил во второй части То что он Ненавидит Шипы Я с ним Соглашусь В этом плане На самом деле Тут нет ничего Сложного Простого Единственное Что он стоит Это При малейшем Движении Сразу же Нажимай пробел И так же Кнопочку Вперед Так как Сэм В воздухе Умеет Передвигаться На удивление Вот И Никаких В принципе Трудинств У вас Не должно возникаться Похождение Вот таких Вот моментов Ооо Вот это место Я обожаю Вот это место Я по-настоящему Обожаю И Давайте Наверное Ради такого Даже сохранимся В общем Это небольшая арена Где нам дают Официально На этом уровне Достволку И здесь Будет Прилично Клиров Прилично Поверьте мне Черт Не ваншот эти Ненавижу Как же обидно Когда Достволка Не ваншотик Клира Когда надо Опять Найс Так Этого парня Мы заберем Так Отлично Вот появился У нас Серьезный Дэмэдж Который Мы сами Завязаем Через Три Две Одну Поехали Берем И разносим Кабину Просто Берем Не стесняемся И разносим Кабину Одну За другой Как по мне Дробовик В этой ситуации Будет Одним Из самых Лучших Оружий Который Позволяет Использовать Серьезный Дэмэдж На все 100 Ну Если На все 100 То Хотя Процент На 80 Вот У нас Также Будет Аналогичный Замес На этом Уровне С С Серьезным Уроном Но Чуть Попозже Я вот Уже Там Я вам покажу Реально годное оружие Которое позволяет Пойти Этот этап На Изи Отлично Отлично Как раз таки На всех Нам урона И хватило Чтобы Их уничтожить Если у вас Возникает Опять же Какие-то трудности Прохождением Этапа Всегда Есть огнемет Всегда Есть Бензопила Всегда Есть Дополнительное Здоровье Которое Разбросано Здесь 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 Дует Ровно 40 Так что Трудности У вас Возникнут По идее Не должно Здесь Дают У нас 50 Здоровье Если Вы Слишком Много Потеряете На Предыдущем Этапе А тут У нас Встречают Наши Старые Добрые Друзья Эй Дружка Свою Не забудь Кстати Между прочим Опять же Возвращаясь К теме Сириусом Фьюжн Там Перерисовали Куркубитов Их Совсем Чуть Перерисовали И они Там Выглядят Ну Мягко Говорят Чуть Чуть Покрасивее Итак Что-то Мне подсказывает Кто-то Из вас Хочет Увидеть Несколько Новых Секретов Которые Появились Не только В этой Части Переиздания Но и В принципе Которые Стоит Собрать Во-первых Это броня Которая Не является Секретная Но телепорт Который Находится Над шипами Является Как раз Секретным Местом И я Его Ненавижу Какой-то Долей Своего Мозга В том Плане Что Чтобы Допрыгнуть До этой Сириус-бомбы Которая В принципе По-моему Не является Секретной Я точно Не помню Давайте Это Посмотрим То есть 7 из 11 Секретов И чтобы Ее собрать Естественно Нужно поймать Такой Жесткий Тайминг Что Мне кажется Даже Реакция Кобры Позавидует В этой Ситуации Эть Вау С первого Раза Да Этот Предмет Не является Секретом Но все же Показать Как его Собрать Да и В принципе Взять его Мне очень Хотелось Для вас И Очень важный Момент Если у вас В первый раз Не получилось Собрать Этот Несекретный Предмет То Вас С помощью Телепорта Выкинет Сюда же И Вы сможете Бесконечное Количество Раз Снова Попробовать Его Собрать Но Как только Вы его Соберете Портал Исчезнет Видите А там Звездочек Нету Вашим Внизу Поэтому Броню Берем Сразу В самом Начале И потом Уже Пытаемся Собрать Эту Бомбу И Сцена В принципе Нужна Хотя Я Особо Не вижу Смысла Ее Брать Опять Опять Куча Патронов Для Снайперской Винтовки И Снова Свежий Воздух Пожалуй Тут Сохранимся Тут Нам Официально Выдают Гранатомет И Лучше Брать Его В первую Рочередь А Уже Только Потом Малый Амопак Так Ребята Вас Тут Много А я Один Но До Столка Вас Должна Разбивать Просто В щепки Вот Клиры Вот именно На этом Этапе Очень Странные Да В принципе Они На этом Уровне Стали Очень Больно Умные Как видите Ни один На меня Не идет Просто Напрямик Все Пытаются Меня Обойти Абсолютно Все Пытаются Меня Обойти И Вот Именно Из-за Этого Я Ненавижу Этот Уровень Потому Что Я не могу Работать С двустолка Против Моих Любимых С Клиров Вот Хочу Допустим Я разбить ему Кабину С помощью Двустолки Да Мне приходится Делать лишние Движения Чтобы поймать Его в прицеле А это Уже Как бы Снижает Мой ДПМ Убийство Клиров А каждый Пропущенный Клир Это минус Очень Большое Количество Здоровья И брони Черт Ненавижу Просто Ненавижу Вас Поэтому Я предпочитаю На этом уровне Снайперскую Винтовку Благо Которые Тут дают Просто Да Балды Там еще Откуда Подсерарь С своими Сферами А ну Не мешай Сэму Делать Грязные Дела И где-то Должен быть Еще Второй Делать Камикадзу Никогда Кстати Не вбел Камикадзу С помощью Раптора Теперь я Это сделал День пружит Не зря Где-то там Был второй Рептилы Потому что Я видел Еще одну Сферу Ага Вот ты Где Успел Зараза Пустить Один шар Оу Ничего страшного Пропустили Его Разолю И Если мы На первом С вами Открытом Участке Собирали Два крылышка То теперь Нам нужно Его Теперь нам Нужно Их расставить В аналогичные Два храма Чтобы уже Пройти Дальше И вот это Место Я чертовски Обожаю Сейчас вы поймете Почему Тут на самом деле Не нужно быть Гением А нужно Буквально Постоять Парочку серий По проходению Сириус Сэма Чтобы все Понять Оу Е Но Что опять же Меня в этом всем Раздражает Камиказы даже Стали от меня Увращиваться А это Не есть Гуд Видите Он даже Не прыгает На меня Так Крир Он мне Пасет Со спины И ждет Момента Когда я Неудачно К нему Подставлюсь Кто Кстати Лежит Здоровье Но не Секретно Просто Так К слову Так Если вы Также Обожаете Бивать Камиказ С помощью Дровяка То Поздравляю Этот уровень Для вас Потому что Камиказ Здесь будет По-настоящему Много Но Единственное Во всем Это минус Они Уворачиваются И За весь Уровень Буквально В двух Трех Местах Собираются Большие Кучи Так Опять же Не забываем Что Раптор На данном Уровне Крайне Полезная Вещь Так Как Довольно Много Будет Единственное Спавниться На большой Дистанции Пацаны Отдыхайте Пропустил И Вот Тептилот Уже Наверное Около Минуты Еще И Не Могу Найти На Экране Своем А Там И Два Еще Даже А Я Думал Вот Один Так Пока Топ Клир Не Бежит В принципе Я Должен Успеть Его Убрать Отлично И Найс И Доджим Доджим Сверх Урон Лишнее Получать Не Хочу Сам I Am ВОА